и здравствуйте и добро пожаловаться на канал ластфавари беларусь с вами я ластфавари и мы продолжаем играть в never winter nights ночного винтера встречают нас опять и снова в этом дополнение которое называется or the under dark орды андердарка и диккен слышал ты никогда раньше не видела солнца я не бывала на поверхности это верно отвечает на тира это не волнуешься солнце очень яркое диккен помнится как он первый раз его увидел я пыталась себе это представить это представить нельзя она такая яркая что прорезает тебя прямо в череп а небо над тобой все такое открытое так что прям не сомневаешься что сейчас упадешь вверх и будешь падать 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 в огромную черноту ну уж умеет воодушевить товарищ замолчи что-то плохо выглядишь но это пройдет может быть аварий больше нуждается в твоих приставаниях а нет спасибо я обойдусь и диккен тоже диккен и тут хорошо на тира рада не сомневаюсь да товарищи нас кобольт где-то местами забавный где-то местами полезный но честно говоря грубоватый и довольно бестактный причем основательно бестактный но тем не менее действительно орда эндердарка перед нами и позади нас и вообще везде поэтому давайте посмотрим в чем там дело посмотрим внизу нижних развалинах две стороны что-то обсуждают никто из нас не принадлежит акхазу почему ты помогаешь ему был назначен создателем он будет управлять пока не вернется создатель создатель мертв акхаз правит только для акхаза мы никогда не склонимся перед ним интересная ситуация кто из них нам больший враг бронзовый голем или голем из плоти позиция бронзовых големов мне более близка к несчастью и те и другие представляют для меня опасность давайте посмотрим них рейтинг враждебный пассивный а эти тоже враждебный и тоже пассивный ну что неудивительно что голем не может заболеть я только хотел бы подождать и посмотреть кто из них кого одолеет поскольку я например не собираюсь следоваться с этой ордой одновременно мне кажется это ведь и я была бы совсем безумный так что давайте посмотрим на происходящее я вижу что решили мы все-таки вязаться или точнее вот она скорее всего от заклинания защитного характера она перейдет к заклинаниям характера более активного ну что ж мне особо ничего не остается часть из них уже откинула конки так что возможно не такая же плохая идея и тебя вылечит и тебя вылечит может быть на том свете правда я не уверен что у големов бывает тот свет и я верю что кто-то воспользовался этим свитком призыва ну что ж можно ли тут чё-нибудь прихватить трупов хватает но они не лутабельны к сожалению давайте посмотрим на карту у нас есть три двери не очень огромная позиция конечно из этих товарищей тоже ничего не выпало так что здесь в основном обломке значит здесь были бронзовые да там были из плоси может удастся хоть с кем-то договориться из тех что мне доводилось видеть до големы непростые предпочитаю такое ударение если вам не все равно или все равно но давайте мы отступим потому что мы стригере или я вернее стригере ловушку и мне не хотелось бы находиться там сейчас не так ли этот туман выглядит на редкость ядовитым не знаю яд это или кислота или что-нибудь похлеще бронзовые големы красненького цвета подпись это означает что совершеннейшие они не дружелюбными пока она там и сливает давайте глянем на эту ситуацию крыса ну что ж может быть мы все-таки продвинемся здесь уже изолированный проход и тут сразу так прям с места и в карьер никого нету о больше наших дорогих но мы туда не пойдем по крайней мере не сразу пойдем пусть они чуть-чуть посажаются и может быть сейчас кто у нас тут как бы разобраться плоти легкое ранение серебряный голем даже из серебряный из всяких разных интересных материалов давайте они друг друга хотя бы частично по изничтожают паук вполне волен поступать на свое усмотрение потому что он вызван и не скоро откидут коньки это не такой аж ценный соратник а вот остальные с остальные проблемы но ну что ж пошли поехали сначала поможем одним потом другим на только не совсем тем образом который они ожидают да конечно дикель находится как обычно как он уже привыкли находиться на завидном положении но в общем мы даже не без существенной магии можем справиться дайте посмотрим плюс 6 ну что ж это неплохо сфера невидимости это не для меня но возможно для кого-то из наших это из той же категории камушки как-нибудь продам если будет возможность трупаки трупаки а стрелка куда же она указывается указывает то направление может быть мы обнаружим чего нет никто не хочет чего нибудь проверить вы же наверное следуете моему режиму не так ну ну что ж больше здесь ничего не так что мы давайте проверим а другие заколубки ух ты шьешь пауза 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 главное чтобы моих соратников тоже не покоцали будет неприятно не так уж много урона так что это не такое большое дело давайте посмотрим еще раз та же самая картина ну что ж я пойду по исследуя окрестностей я думаю смотреть мелкие разборки вам не очень интересно здесь кстати стрелочек намного больше может быть эта сторона важнее как знать ну и там мы посмотрим в чем дело обстоит на этом внешнем уровне голем осторожно приближается к вам явно без враждебных намерений оставь свое оружие создание плоти у нас нет вражды с тобой я пришел к разрушителю мира мир о чем ты говоришь феррон наш вождь хочет поговорить с тобой я покажу тебе безопасный проход к нему если ты захочешь ну допустим а вот и вождь не правда ли у тебя привет привет к вашему удивлению огромному удивлению големы в этой комнате вас не атакует один механизм похожий на металлического полуорка шагает по направлению к вам эй ты выглядишь как дайлан ну как дайлан если его окунуть в чан с располненным металлом только вряд ли после этого он сможет далеко уйти мы не причиним тебе зла и аферам глава мятежных големов которых ты здесь видишь ну что уже предводитель натяжников все големы здесь согласны со мной мы не рабы создателя как все существа мы имеем право на свободу но к сожалению добиться этой свободы будет нелегко и может быть я мог бы тебе помочь это покажется тебе странно но мы не такие как прочие големы мы не просто конструкции мы можем думать и чувствовать во всех отношениях мы так же реальны и живы как и ты мы бились чтобы сбросить цепи рабства но эта война в которой нам никогда полностью не победить если нам не помогут прошу тебя существо помоги нам обрести ну я бы не против помочь тебе но проблема в том что и ваши в том числе бронзовые и серебряные всякие металлические товарищи на меня нападают я продирался через целую орду ваших да так что может быть если перестанете это делать то мы могли бы договориться верно вздыхает средством звуком пара вырвавшегося из клапана я приношу глубокие извинения за это големы наверху не такие как мы они просто бессмысленные существа которые атакуют все что попадает в их поле зрения что касается на этом уровне мы нападали на тебя только из страха мы в состоянии войны и големы встретившие тебя решили что ты новый брак посланный ахазом чтобы уничтожить нас за это я приношу свои искренние изменения а кто такой ахаз в течение многих веков мы големы служили в этих залах создателю под властью голема из плоти демонов известного как ахаз он называет себя жрецом создателя но хаз просто тиран он злоупотребляет своей власти он заставляет других големов склоняться перед ним и выполнять его прихоти после сотен лет его невыносимого правления некоторые из нас восстали против него мы не желаем больше быть рабами ахаза у нас есть право на свободу и мы будем сражаться за это право однако эту борьбу нам не выиграть без посторонней помощи и чего же ты хочешь от меня все наши желания устремлены к свободе возможности покинуть эти залы в поисках новой жизни мы привязаны здесь к месту которое дает нам жизнь мы не можем уйти без источника энергии источник энергии это древний артефакт сделанный создателем много лет назад он излучает мощную магическую энергию которая питает наши мысли и нашу волю без него мы лишь обыкновенные бессмысленные големы ахаз контролирует источник энергии таким образом контролирует нашу свободу мы не можем уйти поскольку когда мы слишком далеко удалимся от источника энергии наше сознание медленно покинет нас указ не отдаст источник энергии добровольно и не допустит что мы покинули это место он держит нас здесь против нашей воли рабами его извращенных прихотей если я достану тебе этот источник энергии то ты тоже должен быть помочь мне неправда ли ферон внимательно выслушал мой рассказ о волшарис и кивни у тебя есть всего одна причина если ты принесешь мне источник энергии мы пошлем своих големов на помощь твоим натяжникам в битве против волшарис ну они примерно такие же мои как и твои но да может быть мы убедим ахаза остаться с источником энергии добровольно я часто сомневаюсь и в таком случае они будут рады видеть его среди нас когда мы пойдем на поиски новой жизни но так и боюсь он не станет прислушиваться голосу разума ну что уж может быть несколько вопросов по создателе да волшебник и имя у него алсигард пришел на остров чтобы работать с над созданием совершенного голема ну а нет результат экспериментов далеки от совершенства забросил нас оставив ахаза править я могу сказать куда он ушел если быть честно мне это уже не интересно и да возможно он мертв скорее всего но возможны варианты да ну а теперь хотелось бы освободиться исчез в глубине этой пещеры 500 лет назад все големы вместе может и смогли бы пройти все ловушки и всех стражей которых оставил создатель но хас никогда не позволит этому произойти да у него планы совсем другими первые 300 лет были такими же как и остальные все стали возвращения создателя на 200 лет назад мы поняли что нас покинули навсегда и мы начали борьбу войну за свою свободу долго ли вас находила тебе не кажется это странным я думаю должно казаться но тебе следует понять что мы не такие как ты какими мы хотим стать однажды создатель искал способов создать нас жизнь но преуспел в этом решать части есть искра независимой воли и мы воспринимаем наше существование не в тех понятиях что и вы окей концепция общества для них нова работа в группах трудно развитие замедляется но продвигаемся вперед шаг за шагом ну остальное может быть имеет смысл а в источнике энергии спасите поподробнее магическая энергия это да ладно я пойду превращать в металлом я тебя не собираюсь ништяков у вас особых нет если вы не против я не хочу ваш гнев испытать на себе поскольку не хочу с вами поссориться я думаю уничтожить вас вполне можно было бы я хочу посмотреть что там сундучки бактерис плюс 6 ну не очень хорошая штука но возможно дорогая так что мы ее приходим и поэтому возьмем еще какие-нибудь да еще один сундучишкой тоже не заперт я исследую здешние просторы и тогда мы уже продолжим в лабораторной записи возможно нам предстоит еще один правильный чтение как вы думаете я думаю вполне себе возможно там нет особо интересного так что мы сначала проверим книжица безусловно представляет некоторый интерес на записке создателя и как мы видим на его все больше и больше разочаровывает големы которые не способны выполнять те действия которые превращают тварь в живое существо и несмотря на все его попытки создать общество разумных големов они продолжают вести уединенный образ жизни особенно нет взаимодействия между собой не так не способны создавать объединение или дружить они знают лишь об отношениях типа хозяин слуга возможно мое присутствие не дает им возможности воспользоваться свободой может быть если я дам им возможность создавать собственное общество то они смогут преодолеть ограничение своей природы well guess what догадайся догадайся что произошло те же самые отношения только хозяева теперь несколько другие ну что ж да книжицы интересные шлем кстати тоже неплохой так что я заменил шлем у дикина со шлема вот этого на шлем блеска у которого есть кое-какие дополнительные вещички во первых сопротивление урону огонь ну и использование некоторые заклинания у нас возобновляемые другие заклинания можно потратить и они уже исчезнут но в общем шлем довольно неплохой и ему в качестве поддержки это может реально помочь ну что ж в таком случае я продолжу посмотреть может быть мне стоит на другие другие заколомки а потом мы попробуем побороться с этими гражданами из плоти демонической оказывается плоти неудивительно что они все такие сволочи ну давайте в таком случае привалимся здесь как насчет компании до близкого то к врагам ну что ж мы можем я думаю откатиться например вот сюда ну что ж привалились так привалились она там наверное навела какой-то порядок может быть может быть нет но перед нами другая половина конечно есть уже вход вниз который наверное не запечатан я честно говоря дверь не проверял но по крайней мере у меня есть доступ к этой двери в отличие от вот этого прохода но давайте пройдем и посмотрим здесь уж нас в покое конечно не остались за бонус спасибо и так далеко не ходи мне хотелось бы проходике с ними или дело чтобы по крайней мере не все сразу за нас принимались было бы очень мило есть глины горем который такой весит себя массивный может быть все все таки дело будет не так уж плохим конечно они наносят мне какой-то урон но и я немножко с ним сражаюсь неплохо аккуратно давайте давайте полечимся тем более что зелень пока хватает так добьем кого-нибудь из них было бы неплохо чтобы вы меня защитили оба понимаете ли то один в поле не воин у нас здесь не поле но тоже сомнительные сомнительные положительности ситуация более менее справляемся пока что хоть и не самым лучшим образом паучок подключился поэтому вырубили давайте-ка примемся за нашу главную цель хорошо и вперед теперь лишь полегче когда мы не наносят такие болезненные удары и вот за это спасибо посмотрим что здесь находится о еще одни записки те же нет не совсем я наделил свои создания божьей искрой сознанием и волей разумного существа даже несмотря на это они почему-то работают не так такое впечатление что они не понимают как можно жить без хозяина им нужно иметь цель жизни и сами они кажется не способны ее создать вот-вот он решил удалиться и понаблюдать но возможно в процессе в процессе возникли некоторые проблемы не так ли ну что ж я наведу порядок в своем инвентаре раздам всяческие свитки тем кто их может использовать и мы посмотрим покопаем дальше ха голем из плоти надо же теперь они могут поговорить со мной тебе не понадобится больше твое оружие создание из плоти у нас нет желания сражаться с тобой ахаз желает мира вопрос только в том какого мира он желает не правда ли возможно его мир немножко не согласуется с моими представлениями о мире ахаз мазаник создателя признал твою мощь и силу он желает поговорить с тобой пойдем я открою тебя к нему он желает разговаривать о мире откуда мне знать что это не обман повиновение ну чтож давайте поговорим посмотрим на другую сторону конфликта твою мать добро пожаловать к вашему огромному удивлению и действительно удивление не только в диалоге не только в тексте но и так сказать реальная фигура такая специфическая в этой комнате вас не атакует один механизм будто созданный из плоти демонов шагает по направлению к вам давайте посмотрим нереальный ха и как же мы будем его убеждать то ну чтож попытка не пытка ну или не сразу мы не враждуем с тобой существу знай я Акхаз высший жрец создателя и глава разумных коленов этого острова ага верховный жрец мы дети Росикарда создателя который вдохнул в нас жизнь будучи сильнейшим создатель поставил меня своим высшим жрецом чтобы доводить его слова и волю до его детей только боюсь его волю ты доводишь совершенно странным образом даже я бы сказал не его волю а свою собственную потому что он то говорил о свободе и обществе взаимодействие отличным от рабско-хозяйских связей Хоть мы и големы мы отличаемся от безмоглых конструкций что ходят по верхнему уровню мы создание интеллекта и воли создание с истинным знанием своей природы когда создатель удалился в свои внутренние покои мы получили задание охранять это место от тех кто захочет уничтожить его труды вроде дуэргаров разграбивших остатки наших павших братьев но я чувствую что ты не похожишь на этих воров дуэргаров похоже сюда тебя привела иная цель вот почему мы мерно говорим с тобой разговоры? но големы атакуют меня здесь с первых минут аха смеется глубоким ракончащим басом неудачная серия големы на уровне выше мало что знают у них нет собственной воли для тех из нас кто находится на этом уровне вы вначале оказались обычными ворами которые как дуэргары промышляли на уровне выше как дуэргары которые промышляют на уровне выше позже мы испугались что вы можете работать на еретика феррона сюрприз сюрприз я действительно на него работаю но почему вы воюете? угу враг появился в наших ролях может быть совсем не враг феррон повернулся спиной к божественному слову у меня слово в сумке и говорит она совсем черт возьми другое все эти книжки и записки лабораторные так сказать перед вами на экране и они говорят совершенно определенные вещи что вот такие вот отношения ему не нравятся а вы ну сволочи совершенно все портите как обычно но тебе стоит быть поосторожнее Варе я знаю как серьезно люди относятся к своей вере мы не хотим вдруг оказаться в центре войны за веру я не думаю что он у нас есть выбор натира но как знать хм он хочет видимо уничтожить феррона правда да обе стороны равны и стоят друг друга тебе нужна моя помощь прекратить войну таким вот совершенно неизящным методом и заодно уничтожить все достижения и попытки создать общество полуценное общество големов помочь то он поможет общество не рабского характера но я не хочу сожраться этими рабовладельцами против тех кто более-менее какую-то искорку жизни все таки проявляет поэтому этот вариант мы не воспримем натира парализованно это плохо как я могу ей помочь даже не знаю честно говоря вариантов мне немного сам я не могу ей помочь а дикин скорее всего тоже помогать если кому и будет то мне это ерунда тоже по большему счету ерунда ну что в таком случае остается атаковать только так что мы можем сделать я думаю от трепещущих ладони они всячески защищены но попытаемся как-нибудь поспособствовать так где находится дикин если не секрет где-то там там это где это здесь давай что ли помогай так и конечно я себе тоже должен помочь иначе просто у нас игра не сложится даже сказал совершенно не сложится так и разделить один кей это мы выпьем использовать доспехи смерти так это мне может теоретически помочь так вторыми еще остались остались давайте попробуем справиться с глиняным големом давайте так же не совсем застрять может быть мы сможем давай черт возьми еще еще раз они конечно все сосредоточены на мне наши мне особо не помогают но он какие-то заклинания конечно творить но от них толку много так что мы можем сделать в данной ситуации мы можем проживать зелья так может быть мы что-нибудь предпримем здесь и я возьмем еще одно такое зелье так а мои союзники еще живы тоже неплохо правда надолго нам это не поможет давайте хотя бы вышелим одного из них хорошо бежим дальше давайте я могу себе сам немного медленнее пока у нас есть небольшое устояние нет это была большой ошибкой к смерти действительно придется приготовиться вот это довольно и неприятно только зелья действует достаточно быстро чтобы оказать какой-нибудь существенный эффект так давайте мы возьмем эту землю натира жила как она давайте посмотрим на ее статус ага вроде бы она действительно жила по этому поводу стоит создать наверное даже еще один сейф благо не хочется терять то что есть и попробовать помочь всей нашей честной компании есть кое-какая магия или тоже дал какие-то свитки так что возможно возможно все будет неплохо частично отойдем чуть-чуть и приступим вот так похоже удача может не ко мне повернуться лицом потому что остается у него защитников совсем немного еще еще одного давайте мы атакуем и после этого можно уже на оказис сосредоточиться да действует паралич реально долго к счастью наша такая полу невидимая компания все-таки смогла продержаться и благодаря тому что их не заметили хоть они не действует толком активно все-таки мы победили я вижу кое-какие сундучки конечно следует уже на этот раз полноценно сохраниться на основной сейф а то мало ли ловушки и то да сё нет не ловушки давайте сначала почитаем книги потом я приберу к рукам хозяйства потом мы заберем то за чем пришли теперь я уже сомневаюсь в том что Голем вообще способен быть чем-то большим чем просто Голем металла который умеет двигаться ведут они себя очень тупо не способны учиться или расти остаются тверды и неизменно как камень как стали глины из которой были созданы и решил попробовать плоть но завершилось все тоже так себе я бы даже сказал не очень благоприятно давайте возьмем вещички и посмотрим может быть там есть еще одна книга как вы думаете нет это хорошо и теперь пока не поубивали моих союзников надо завершить начатое и наконец-то завершить эпизод это уже как-то даже он снова растягивается до глубин и высот и всех остальных измерений и шкал совершенно неприличным образом хотя прошлый раз мне удалось в принципе довольно терпимо с ним справиться прошлый эпизод был час двенадцать и мы его где-то до тридцати минут скосили а этот эпизод вполне себе может быть даже достигнет тех же примерно показателей шо ребята стерегите ловушку ну дикен нет а ты а ты да поэтому мы отступаем и ждем поможет нам этот развеяние нет нет не особо видимо ловушка не считается магией хотя сам такой эффект наверное где-то с натяжкой можно назвать но вот он уже и сам с собой закончился дикен правда по моему отравлен это неприятно но не смертельно я к счастью устоял а здесь нас ждет наверное наконец-то давайте разобьем этот гадюшник отлично здесь ничего нет но есть там источник энергии ну не факт здесь источник энергии который я хотел бы взять надеюсь они на меня не набросятся а источник энергии мерцает светящейся энергией медленно ритмично пульсирует как будто бы живет собственной жизнью судя по всему этот артефакт связан с гурвами работающими на этом уровне а мы его оприхолодуем пришла пора поговорить с фероном и Акхаз мертв а это означает что у меня есть источник энергии потому что он тебе уж точно пригодится 2500 очков опута хотя довольно неплохо после всех моих усилий довольно таки длительных да и довольно непростых но тем не менее ферон медленно протянул руки чтобы взять у нас артефакт его металлические глаза светятся счастьем я никогда не смогу полностью облагорить тебя за это ты даешь нам ключ к нашей свободе мы дали тебе средство покинуть это место но решать тебе тебе стоит воплотить все свои планы чтобы обвести настоящую свободу мы начнем приготовление чтобы покинуть это место немедленно прошло и так а слишком много времени прежде чем мы стали готовы идти да среди прочего неплохо бы нам определиться с конечным пунктом путешествия не забудь а мне нужна твоя помощь против волшарис я не покину тебя ты истинный друг големов а мы будем на твоей стороне когда ты встретишь врага лицом к лицу это самое меньшее что мы можем сделать для тебя итак тебе нужно еще что-нибудь ха ха не второй пункт нет первый результаты его экспериментов я думаю да мы это уже видели слышали всячески 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 мы можем идти дальше короче ребята вам спасибо за помощь с нашими врагами потенциальную я рад что вы освободились я рад что не этот сиран правит вами я рад что этот эпизод закончился потому что он реально долгий возможно я побил свой рекорд я не совсем уверен честно говоря да побил час двадцать четыре уже наверное час двадцать пять но так или иначе действительно стоит закончить если вам этот эпизод понравился то вы об этом можете сказать всякими уже очерченными методами которые будут на экране конечно помогает когда вы оставляете не только комментарии в которых вы можете сказать о каких-то своих мнениях и советах насчет моего игропроцесса если вам есть что сказать ну а я продвигаюсь дальше если вы поделитесь всем видео в соц сетях то это конечно поможет каналу мы встретимся в следующий раз на следующей неделе примерно в это же время с вами был я ластов варис канал ластов в Беларусь и наша славная компания закругляется до встречи спасибо за просмотр спасибо за просмотр